25 июня стартовало всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится неделю и будет проходить с соблюдением всех мер эпидемиологической предосторожности на избирательных участках. Проголосовать можно не только на участках, но и дома. Для этого нужно было до 21 июня подать соответствующую заявку на госуслугах или в избирательной комиссии. Где будут голосовать саровчане и будут ли, сейчас узнаем. Планируете ли вы голосовать по поправкам в Конституцию? Где планируете это делать? Да, планируем по месту жительства. А вы же как-то знакомились с самими поправками? Ну, мы по телевизору примерно все представили. Я на пенсии, вот меня волнуют вопросы пенсионного постоянного, вопросы повышения пенсии. Ну и все остальное. Не хожу никогда на голосование, ни на какие. И не интересовались, да, в поправках? Не сильно интересны, если честно. Это очень большие сомнения, потому что больно уж там все просто у них. А животных, извините меня, поглубже-то копнуть. Я не интересовался, правда, но, по-моему, там какие-то камни подводные. Уже проголосовали и по внефе. Не планирую вообще, в принципе, потому что не одобряю. Все эти электронные голосования уж точно и очень много спорных моментов. И если бы можно было голосовать за какие-то отдельные поправки, это еще ладно. А когда все вкупе, если я с чем-то не согласен, почему я должен голосовать за все? Ну, участки на своем. А ознакомились вообще уже с поправками? Да, мы даже ее видели. Все-таки пойду на избирательный участок. Не знаю, почему, просто хочется. А уже ознакомились с самими поправками? Что предлагаете? Да, я читал в интернете, изучал поправки как бы. Как вам? Ну, вкратце, я так понял, что в интернете не все поправки показаны. Ну, какие я прочитал, не знаю, отношусь как последней. Ничего такого не увидел у них нового. Пока еще не было времени. Ну, буду, но удобнее. Мне будет, естественно, дома, так как у меня маленький ребенок, и нет возможности выйти. В избирательный участок. Мы идем в избирательный участок. Я уже сегодня проголосовала в обеденный перерыв на участке избирательном. Онлайн не получилось зарегистрироваться. Голосовать буду, буду голосовать онлайн. Я думаю, что голосование бесполезно. Могу принять сами. Планирую, хотелось бы на госуслугах, но заявление отправила, до сих пор ответа нет. Я думаю, что они были всегда, только их сейчас озвучили. И вряд ли кто-нибудь знает бывшую Конституцию. Я очень в этом сомневаюсь. Обычно мы никогда это не видим и не читаем. Она как бы есть и есть. Какие-то права мы свои знаем. На труд, на отдых, на лечение. А в основном, как бы, таких вот нюансов мы не знаем. А сейчас, когда идет эта реклама, как-то более так расширенно на это все смотрим. Нормально все, все поправки хорошие, нравится. То, что видела по телевизору, а так нигде не читала.